Продолжаем рассказывать миру о происходящем в Украине. В студии работает Станислав Листопад. Здравствуйте. Один украинский военный погиб, шестеро получили ранения на Донбассе. За минувшие сутки в штабе АТО зафиксировали 45 обстрелов боевиками в позиции вооруженных сил Украины. При этом под огнем оказались прифронтовые мирные населенные пункты. В частности, на Мариупольском направлении во время обстрела Марьинки ранение получила 50-летняя местная жительница. А в результате мощного артиллерийского удара по населенному пункту Сартана была повреждена комендатура Госпогранслужбы. 8 пограничников были ранены. Также пострадали здания и техника местной агрофирмы «Газопровод», в результате чего возник пожар на Донецком направлении во время обстрела украинских позиций. В районе Каменки несколько мин попали в жилые сектора поселка. Многочисленные ранения получил 15-летний юноша. Его госпитализировали. На Луганщине ситуация где-то стабилизовалась. И попасные оккупанты в течение суток открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра. Министерство иностранных дел обеспокоено попытками использовать болгарскую общину для дестабилизации ситуации в Одесской области. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Правоохранительные органы Украины проводят расследование, по результатам которого виновные понесут наказание. При этом в МИД подчеркнули, что эти инциденты не связаны с этнической принадлежностью, а были спровоцированы в условиях развязанной российской агрессии. Напомню, в апреле СБУ предотвратило провокацию по замыслу российских спецслужб во время мирного шествия. На колонну болгарской общины должны были напасть псевдонационалисты с фаерами. Таким образом, пропагандистские СМИ получили бы красивую картинку о фейковых притеснениях национальных меньшинств в Украине. Вмешательство России в выборы в США неоспоримо. Об этом заявил бывший директор ФБР Джеймс Коми на открытых слушаниях Комитета Сената по разведке. При этом Коми отметил, что президент Дональд Трамп не требовал приостанавливать расследования по вмешательству Кремля в выборы. По словам экс-главы ФБР, американцам следует всерьез воспринимать вмешательство Москвы. И что данный вопрос касается всей страны, а не только демократов или республиканцев. Ведь иностранное правительство вторглось в избирательный процесс и оказало влияние на то, как американцы должны думать и как голосовать, подытожил Коми. Здесь не может быть никаких сомнений. Россияне намеренно вмешивались в наши выборы во время кампании 2016 года. Они вмешивались с конкретной целью. Они вмешивались изощренно. Они использовали специальные технические устройства. Эта кампания регулировалась высшим российским руководством. И это мнение разделяют все разведслужбы. А члены этого Комитета Конгресса видели разведданные. Это не опасная ситуация. Это то, что уже случилось. И это не фейковая новость. Настолько, насколько это возможно. В Польшу пришел первый танкер с грузом сжиженного природного газа из США. Таким образом, страна рассчитывает усилить свою энергетическую безопасность и снизить зависимость от российских энергоносителей. По словам представителя Государственного департамента США Хизер Нойерт, поставки сжиженного газа в Польшу также помогут диверсифицировать источники энергии и укрепить энергобезопасность Европы. Ведь до открытия терминала основным поставщиком был российский «Газпром». В свою очередь, польский премьер Беата Шидла назвала событие историческим, достойным занесения в учебники истории. Газовый терминал имени президента Олега Качинского, начавший работать в 2015 году, это гарантия безопасности Польши. Она и стала той целью, тем приоритетом, которым руководствовались инициаторы этого проекта. И они настояли на строительстве газового терминала здесь, в Свиноусте. Ветеранов АТО, командира чеченского батальона Адама Осмаева и его жену Амину Акуеву наградили за доблесть. Ранее, 1 июня, на них было совершено покушение. Неизвестный мужчина представился иностранным журналистом, договорился с супругами о встрече. Когда они вместе сели в авто, водитель достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В свою очередь, супруга Амина не растерялась и в ответ из своего пистолета Макарова девушка сделала несколько выстрелов. У нападавшего обнаружен заграничный паспорт гражданина Украины на имя Александр Дакар. Как основную версию преступления, следствие рассматривает патриотическую позицию супругов. Еще одна из причин покушения – загазное убийство, подготовленное российскими спецслужбами. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наградил смелую женщину-добровольца пистолетом «Глок-43». Осмаеву подарили часы. Мне тоже вручили подарок, наградные часы. Мы будем всегда благодарны Арсену Борисовичу за ПМ, за которым наградили Амина, потому что благодаря ему мы сегодня остались живы и перед вами находимся. Арсен Борисович пригласил и вручил мне наградной «Глок». Фактически, та же марка пистолета, из которой нас чуть не убили. Честно говоря, для меня это была большая неожиданность. Мне это очень приятно, очень важно. Запорожье СБУ задержало группировку, которая занималась разбойными нападениями. Участники преступлений – шесть человек. Это бывшие сотрудники спецподразделения «Беркут» и действующие полицейские. Бандиты узнавали от информаторов данные о получении гражданами крупных сумм денег. Затем в служебной форме врывались в дом жителей Запорожья, угрожали огнестрельным оружием и физическим насилием, после чего отбирали имущество и деньги. Задержали злоумышленников в момент очередного разбойного нападения. Против них открыто уголовное производство. Также продолжаются следственно-оперативные действия. Деньги из мусора. В Европе это уже давно не фантастика. Научить это делать украинцев до 2030 года – такую амбициозную задачу поставили разработчики стратегии по управлению отходами. Назвали документ «Изменяя наше поведение». Работали над ним три министерства совместно с западными партнерами. Проект представили в кабинете министров. 28 мая 2016 года на Грибовичской мусоросвалке под Львовом, крупнейшей в Украине, возник пожар. Спасатели вместе с местными жителями три дня безуспешно пытались потушить огонь. 30 мая произошел обвал мусора. Под ним погибли спасатели и эколог. Полигон закрыли, а Львов задыхается от мусора. Его попросту некуда вывозить. Сегодня у нас критическая ситуация во Львове. Именно после этих событий в июле 2016-го у нас возникла необходимость разработки стратегии. Но, к сожалению, пока нет понимания, что во Львове нужно ее реализовывать в первую очередь, как пилотный проект. Призываю министров и заместителей срочно принять решение о сотрудничестве города с ЕБРР. Кроме того, разработка стратегии – одно из обязательств Украины перед Евросоюзом. Такого документа не было за 25 лет независимости Украины. Отсутствие в Украине такой национальной стратегии не позволяло развиваться и привлекать инвестиции в сектор управления и обращения с отходами. 4 тысячи легальных и 3 тысячи незаконных полигонов действуют сегодня в Украине. Это источники энергоемких веществ. Отходы только Киева. По оценкам экспертов, могли бы давать почти 115 миллионов долларов в год. А в общегосударственных масштабах вторсырье может приносить миллиарды. Чтобы очистить страну от мусора, необходимо всего 100 современных полигонов и мусороперерабатывающих заводов, говорят специалисты. Введение и расширение раздельного сбора на систему двух контейнеров. Уход от захоронения, повторюсь, закрытие полигонов и свалок, которые не соответствуют европейским требованиям и международным стандартам. И рационализация системы полигонов. И, безусловно, изменение поведения. Изменяя наше поведение, так называется национальная стратегия по управлению отходами. В ее основе европейские принципы. Предотвращение образования отходов, подготовка их к повторному использованию, переработка и другие виды утилизации. Концепция рассчитана на 13 лет. Утверждение документа на законодательном уровне позволит привлечь солидные иностранные инвестиции, надеются разработчики. Александр Панченко, Александр Бугай, Юэй Ти Ви. Молодежная сборная Финляндии стала победителем турнира памяти Валерия Лобановского. Финал прошел на стадионе «Динамо» в Киеве. Хозяева соревнований имели игровое преимущество на протяжении всего матча, но в итоге основное время завершилось в ничью 0-0. Поэтому судьбу матча решила серия пенальти, где более точными были финны 5-3. Они реализовали все попытки, тогда как у украинцев Чиберко попал в стойку ворот. Бронзовым призером мемориала стала сборная Черногория. Лучшим полузащитником турнира признан игрок сини-желтых Бека Вачиберадзе. Мы показали достаточно на этот момент, период года с теми ребятами, которыми есть содержательный футбол. Бывает такое футболе, так что я не могу говорить о какой-то обиде, просто в любом случае проигрывать просто не хочется. Что-то получается, что-то нет, но те моменты, которые сегодня создавались, на один гол мы сегодня наиграли. Я пожелал, чтобы в этом месяце Финляндия только у нас выиграла и все. А дальше пожелать хочу первой команде удачи, потому что она сильнее, она сыграннее и она больше достойна проходить дальше и выходить на чемпионат мира. Пока что все больше в следующих выпусках. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. До встречи.